Здравствуйте, дорогие друзья! Тема неудобных вопросов продолжается. Сегодня мы разбираем психологию куколдов. В общем-то, очень коротко хотелось бы, соответственно, это обсудить. Это явление связано с тем, что так или иначе, соответственно, куколд это человек, мужчина, которому изменяет женщина, желательно при нем, или бывают формы дистанционные, да, и, соответственно, что еще здесь у нас такое из подробностей. Бывает чаще всего это в формате такого свинг-секса, то есть она зовет третьего, он может частично участвовать в половом акте или не участвовать в половом акте совсем, а, соответственно, какой-то вот партнер, который своеобразный такой верх приглашенный, он, соответственно, занимается сексом с женой вот этого куколда. И что к этому приводит? Изначально, как правило, это должна быть, ну, у человека достаточно пластичная психика, чтобы получить такую травму. То есть это либо эмотивные люди, либо некоторые люди с легким тревожным расстройством. И эта тревога может быть связана с тем, что человек начинает испытывать сильное переживание, что он не способен до конца возбудиться, что, соответственно, не способен до конца сорегировать его члену. Мальчиков такое бывает в пубертатном периоде, то есть и не проходит, ну, как результат какой-то психологической травмы. Вот. И он может вот так вот компенсировать. И, соответственно, второй момент – это когда мальчики тоже в пубертатном часто периоде получают сексуальные переживания от наблюдения секса с родителями. И это вторая причина, как это наиболее часто формируется. То есть, смотрите, если мы выбираем из психотипов, то очень, ну, вообще-то тяжело представить там эпилептоида, паранаяла, да и как-то, ну, истерики. Ну, это не их, так скажем, девиация. Вот. Нарцисс тем более на это не пойдет. Вот. Даже скрытый на это не пойдет. Потому что, повторюсь еще раз, то есть, Куколд – это не человек, который даже просто понаблюдал. То есть, там есть некоторые моменты, элементы там чаще всего, когда он выступает в роли нижнего, да. То есть, и, соответственно, они пытаются воспроизвести даже какую-то, понимаете, бывает такая защитная реакция психики, когда человеку, воспроизводя какую-то травматичную для него мысль, да, какую-то травматичную ситуацию, он ее пытается снова и снова пережить, как бы, чтобы она стала менее травматичной. Ну, то есть, это вот такая наша защитная реакция, да, вроде как, ну, тренироваться. И, соответственно, очень часто люди, то, что людям причиняло какую-то боль или, ну, неприятные какие-то эмоциональные ощущения, они, соответственно, пытаются перевести их в приятное, как бы, многократно переживая, когда женщина говорит мужчине, что ты там ничтожество, ты плохой такой-сякой, у тебя ничего не выйдет, а у этого партнера выйдет, то есть, вот, как правило, ну, примерно в этом, да, ключе все это дело идет, и, соответственно, мужчина тем самым компенсирует свой какой-то негативный опыт. Может быть, этот опыт уже уходит потом на задний план, может быть, там и с эрекцией все нормально, но где-то на подсознании уже все равно вот этот вот корень, он стоит зла, да, то есть, какая-то психотравма здесь кроется. Помимо, смысл видео, какой подвожу итог, помимо того, что мы выделяем главные два психотипа, либо тревожные, либо эмотивные, мы обязательно у уколов ищем какие-либо акцентуации и расстройства личности. Легкие – это не психиатрия, то есть, просто легкие девиации. Вот, с вами был Крафтов Сергей, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, я вас всех жду на своих консультациях и своем инстаграме. Да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья! Субтитры сделал DimaTorzok